Всем привет! С вами Криптопанорама, еженедельный дайджест криптожурнала Форклок. Все самые значимые события с 9 по 16 октября в сегодняшнем выпуске. Итак, начнем с главных. Одним из главных героев новостной повестки, прошедшей и нынешней недели, стала биржа Bitfinex. В середине прошлой недели площадка представила новые учетные инструменты и, казалось бы, ничего не предвещало беды. Однако уже на следующий день в СМИ появилась информация о приостановке платформой приема фиатных депозитов, которая позже была подтверждена официально. Никаких комментариев о причинах этого решения не было. Напомним, незадолго до этого в сети заговорили о неплатежеспособности Bitfinex из-за проблем в Ноблбанк, предположительно обслуживающего счета биржи. Кроме того, в сообществе заметили, что в последнее время биткоин на Bitfinex торгуется выше, чем на ряде других бирж. Так, в понедельник цена биткоина на площадке стремительно пошла вверх, превысив отметку в 7700 долларов, тогда как на других биржах первая криптовалюта торговалась ниже на 1000 долларов. Отметим, такой аномальный рост биткоина на Bitfinex вызвал в сообществе опасения о возможном коллапсе Теддер. Бинанс анонсировала первый крупный делистинг цифровых активов. Так, с торгов будут сняты криптовалюты Байткоин, Айкономи, Чаткоин и Триггерс. Ранее Бинанс лишь однажды прибегала к делистингу криптовалют, когда сняла с торгов токен ICO-центра, организаторы которого были обвинены в мошенничестве. Крупнейшая криптобиржа Южной Кореи, Bithump, продала 38% своих акций сингапурскому BK Global Consortium. Сумма сделки составила 350 миллионов долларов, а инвестиционная оценка Bithump теперь составляет около 880 миллионов долларов. Оператор криптобиржи Заи, в которую недавно взломали, подписал соглашение о передаче бизнеса с инвестиционной компанией Фиско. В рамках договора последнее возместит ущерб пользователям платформы. Известно, что компания вернет владельцам пропавших монет Monocoin 60% средств в криптовалюте и 40% в японской иене по курсу 1 доллар и 28 центов. Криптовалютная биржа Lifecoin пристановила ввод и вывод средств из-за критических проблем с серверами. Кроме того, из-за проблем с почтовым сервером, некоторые клиенты платформы получили уведомление о том, что их средства были выведены с посторонних аккаунтов. Напомним, несколько месяцев назад Lifecoin потеряла свыше 1 миллиона 800 тысяч долларов из-за уязвимости в коде Монеро. На прошлой неделе очень много внимания о государственных регуляторах было приковано к сфере ICO. Так, в Европейской организации по ценным бумагам и рынкам заявили, что намерены определиться с подходом к регулированию этой сферы уже к концу года. Напомним, неделю назад организация выделила более 1 миллиона евро на мониторинг активности в сфере криптовалют и финансовых технологий. А пока в ЕС все еще определяется со своими подходами к ICO, власти ОАЭ приравняли проведение краудсейлов к выпуску ценных бумаг. Отметим, о том, что регуляторы ОАЭ намерены принять такое решение, стало известно в конце прошлого месяца. Власти Южной Кореи рассмотрят вопрос о снятии запрета на проведение ICO уже в ноябре, действующего еще с прошлого года. Ранее также стало известно о том, что южнокорейское правительство может признать рынок криптовалют отдельной отраслью и отнести криптовалютные компании к регулируемым финансовым учреждениям. Тем временем SEC продолжает ужесточать политику в отношении проектов, получивших финансирование через ICO. Напомним, в начале весны регулятор начал масштабное разбирательство в отношении ICO-индустрии и разослал повестки десяткам компаний. Как выяснилось, в результате бесед SEC многие из них, не придавая это широкой огласки, согласились вернуть инвесторам средства и заплатить штраф. Кроме того, SEC продолжает рассылать повестки десяткам других стартапов. Напомним, в начале года глава ведомства заявил, что все ICO-проекты, предлагающие свои акции, нарушают законодательство в сфере ценных бумаг. Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками выдала первую в историю страны лицензию на управление криптовалютными активами. Ее обладателем стала Криптофинанс, подразделение которой ранее уже получило лицензию Финма на запуск инструментов для квалифицированных инвесторов. На этом все. С вами был еженедельный дайджест криптожурнала Форклок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем хорошей недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok